Завершается разработка комплексного областного закона о научной и инновационной деятельности. Вероятно, его могут принять уже летом. Приоритетными в части финансирования, скорее всего, станут идеи для импортозамещения. Эта тема поднималась во время визита парламентария в САФУ. Визит парламентария в САФУ в этом году имеет особую цель. Нужно оценить, как и чем поддержать научные разработки ВУЗа для импортозамещения и развития региона. Молодые ученые трудятся и для задач лесовосстановления, и для выращивания гибридных форм ягод. Все это депутаты увидели в лабораториях. Есть и более масштабные идеи и технологии, вплоть до участия в создании квантовых компьютеров. По словам руководства САФУ, в условиях санкций прикладным разработкам в университете уделяется большое внимание. Мы занимаемся как и разработкой конструкторской документации различных деталей, и так и занимаемся технологическими проектами, такими как, например, в рамках НОЦ, нашего научно-образовательного центра мирового уровня. За круглым столом обсуждение от поддержки проектов НОЦ на федеральном уровне до необходимости разработки долгосрочных госпрограмм по развитию приоритетных направлений. Сейчас завершается верстка комплексного областного закона о научной и инновационной деятельности, и ожидаемо, что приоритетными в части финансирования станут разработки для импортозамещения. Уже в середине мая мы планируем направить во все научные учреждения Архангельска проект нового областного закона, и думаем, что в этом году он все-таки будет принят и получит, в том числе, дополнительную финансовую поддержку на его реализацию. В САФУ прошло и выездное заседание Комитета Архангельского областного собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления. Ключевой темой стала реализация профильных программ бакалавриата и магистратуры для подготовки государственных и муниципальных служащих. Артемий Заварзин, Регион 29.